Как известно, на новогоднем вегетарианском веганском столе всегда есть одна большая проблема. Это отсутствие икры, причем красной. Мы научились уже делать черную икру, научились делать аналог икры мойвы. Однако красной икры осетровой на вегетарианском столе обычно не присутствуют. И поэтому сегодня мы с вами попробуем сделать ее аналог, который максимально похож по вкусу, по цвету, по запаху на настоящую икру. Для этого нам понадобится крахмал-тапиоки, а я покупаю вот такими вот бусинками красивыми. Нам понадобятся листы нори перемолотые, нам понадобится льняное масло нерафинированное, нам понадобится вода, соль, томатный сок, либо томатная паста. Лучше использовать томатную пасту, потому что в томатном соке может быть сахар. Сахар нам не нужен для икры. Также мы используем красители, можно использовать натуральные, такие как куркума и свекла. Я буду использовать искусственные красители красный и желтый. Итак, мы заливаем литр томатного сока в кастрюлю и разогреваем его. Теперь разбавляем водой, чтобы сок не был таким густым. Ждем, пока согреется. В разогретую жидкость добавляем тапиоку. И непрерывно помешиваем, чтобы тапиока не пригорела. Вот, смотрите, она уже поднялась кверху и уже начинает потихонечку набухать. По мере необходимости мы добавляем воду. Теперь вот на такой стадии мы добавляем соль. В эту массу добавляем красители. Желтого побольше, красного поменьше. У меня здесь 2-3 капли красного красителя и 4-5 капель желтого. Можно заменить желтый цвет на куркуму, но она это даст определенный привкус. Также можно красный краситель заменить на свекольный сок. Значит, смотрите, у нас тапиока пока не очень готова. Как это определить? У нас есть беленькие такие жемчужинки, да? Однако мы видим, что вот здесь уже появились что-то похожее на икринки. Они все должны стать такими. И мы добавляем воду ровно до того момента, пока у нас вся тапиока не станет похожа на такие икринки. Итак, наша тапиока близится к финальной стадии. Смотрите, как определить. У нас здесь, видите, уже есть нормальные такие икринки. Но вот эта еще пока не готова. Она с белым центром. Поэтому мы продолжаем добавлять воду, пока все не сварится. Итак, наша с вами тапиока готова. Теперь начинается самое интересное. Нам понадобятся две емкости. Одна, с которой мы будем сцеживать, другая, с которой мы будем класть уже готовую икру. И сито. Вот так вот потихонечку-потихонечку начинаем процеживать. До образования вот такой вот икорной консистенции. Не надо пересушивать и добавлять прям вот, доводить до такого состояния, чтобы она прям была, прям вот отделялась по икоркам, потому что она еще дойдет. Все, вот в таком состоянии мы ее сцеживаем. Вот так вот икорная консистенция у нас получилась. Вот. Из 200 грамм тапиоки, литра сока томатного и где-то 2 литров воды у нас получилось 700 грамм икры. Ну, да. Теперь нам необходимо будет туда добавить льняное масло и порошок нори. Ну что, поехали. Вот смотрите, нори нужно засыпать аккуратно. Желательно вообще это делать руками, щепоткой. Вот. Иначе может сбиться в сильные комочки. Субтитры сделал DimaTorzok